Всем привет! Сегодня Верность ТВ, как всегда, опять вещает. Я очень рад вот этому огромному распосыливанию. Сейчас будет весело. Вопрос в чем? Ребята, извиняйте, что долго не было роликов. Во-первых, там с компьютером у Сани проблемы. Во-вторых, мы, честно говоря, не успеваем. В предыдущих роликах мы показывали сюжет, Дима Сергеевич рассердился. Вот с этим роликом все и связано. Нам приходится сейчас работать с адвокатами, работать с людьми, перечитывать скрины, подбивать это все в кучу. Короче, волокита вот такая вот судебная. Это отнимает очень много времени, но я обязательно дойду до конца и свое честное имя отстаю и мне скрывать нечего. Я думаю, что в будущем все вот эти вот передряги, которые происходили до этого, вы все об этом узнаете. А сейчас о хорошем и о посылках. Вот эта посылка у нас от Натальи Николаевны из Краснодара. Дело в чем, что Наталья Николаевна собирала ее душевно и мы частично просмотрели, что в ней. Почему? Потому что когда Наталья Николаевна позвонила по телефону и сообщила мне, что там сало, а распосылки у него давно не было. Ну, сало не может долго лежать посылки, поэтому пришлось вскрыть. И, ну, в принципе, тут уже как бы режек не нужен, тут можно распечатывать. Сейчас распечатываем и смотрим. Сало, кстати, было очень вкусное. Мы его дружно в обеденный перерыв порезали кусочками и употребили. Спасибо огромное, честное слово. Там и другие вкусные вещи были. Ну, поехали, чего мы не достали. Так, я уже тогда... Нет, все-таки придется применить. Ну, про колющие, режущие, вы помните про пластиковые карты, да? Так, аккуратненько. Коробчоночку. Что, сломал? Не, вроде цело. Или сломал? Ну да, сломал. Ну, в общем, сломал я колющие, режущие. Так, что у нас тут? Ха, мы еще не все съели, я так понял. Так, это у нас что? Это капельница. Капельница нужна, потому что используется часто. Посылок много, поэтому я буду шуршать быстро. Это тоже капельница. Спасибо. И я сейчас на минуту отвлекусь. Хочу показать вам, где последний раз применялись эти капельницы. Ну, на операциях это понятно. В данном случае, если Саша успеет показать... Фартовый, привет. Вот у него вот здесь вот на писюне осталось совсем чуть-чуть. Вот у него яички так переместились. Опухоль была вот здесь размером вот с его голову, не меньше. Ему очень много капельниц сделали, когда химиотерапию делали, да, Фартовый? Молодец. Вот. Фартовый лежит морской звездой и говорит спасибо за боеприпасы, которые попадают в нашу больничку. Все для Фартового сделано бесплатно. Восемь лет, еще раз повторюсь, назад он попал к нам в приют маленьким щенком. А теперь уже его хозяева доставили его в нашу бесплатную больничку. Вот. Здесь открываем. Я уже вижу цифтриаксон. Вещи нужные. Сейчас прошу прощения. Буду спешить, потому что времени очень мало. А снять, показать нужно много. И нам еще много готовиться нужно в других боевых делах. Это знаменитый цифтриаксон. Ложим. Цифтриаксон. Это все цифтриаксон. Это вся пачка цифтриаксона. Огромное спасибо, честное слово. Цифтриаксона в нашем приюте мало не бывает. Вернее, много не бывает. Много не бывает. Почему? Объясню. Фактически все болячки лечатся именно этим препаратом. Вот вижу удивительную вещь. Совдеповскую. У меня в детстве когда-то такой был. Вот. Поэтому здесь еще вилка. Суперпуперская. Ну то есть все как положено. Мы долго общались по телефону и выясняли нужно ли нам это. Я больше чем уверен, что он пригодится и пойдет по назначению. Мы найдем куда его применить. Вот. Едем дальше. Ну это у нас бинты понятное дело. Бинт стерильный. Ребята, бинтов тоже много никогда не бывает. Поэтому если кто-то присылает бинты, то просьба брать, обращать внимание, что написано вот стерильный. Это очень важно. Потому что не стерильными, понятно, мы не пользуемся для операций, но мы их используем для перевязок. Лучше, конечно, стерильные. Это все бинты. Ё-моё! О! Опа! Краснодарский. Грецкий. Спасибо огромное. Так. Это я ложу отдельно сейчас. Пока вот сюда. Это уже чищенные грецкие орехи натуральные. Что ж вы не сказали, что там кроме сала и орехи. Мы ж елки-палки. Вот. Ложу сюда. Так. Это что? Так. Это. Это у нас опять софтереаксон. Огромное спасибо. Все это нужно. Это как Катюши боеприпасы. Так. Это для этой штуки. Я понял. Просто она специально разобрана. Потом соберем. Так. И здесь. Так. Здесь у нас что? Я так понимаю. Опять. Кубанские дары. Так. Это что такое? Кубанские дары. Это корм. А. Да. Это кубанский корм. Да. Это кошачий, я так понимаю. Ну. Что кошки, что собаки едят. Это одинаково. Но врачи говорят, что кошачий собакам давать не стоит. Это вот такие вот собачьи сладости. Тут написано для спинальников. Мы применим это по назначению, честное слово. Поэтому я даже далеко ложить не буду. Это будет роздано всем, кто находится на стационаре. Я думаю, в самые тяжелые случаи мы вкусняшки выделяем. Так. Это бинты опять. Едем дальше. Вот это. Шприцы. Шприц стерильный, одноразовый. Спасибо огромное. Честное слово. Это все в ветеринарку идет. Это боеприпасы. Вот благодаря этому я еще раз говорю, что мы держимся и стараемся все это делать бесплатно на сколько хватает наших сил. То есть не только для беспризорных, но и людей, которые не могут, скажем так, из-за своих низких зарплат, из-за своих низких пенсий оказать помощь своим домашним животным. Сейчас на данный момент наш врач в своей клинике уже бесплатно спасает ежика. То есть люди не могут сейчас оказать финансовую оплату. Пока у них горе случилось, пока они были на похоронах, ежик замотал лапку нитки и у него распухло. Сейчас именно идет процесс спасения этого ежика. И все это бесплатно. Просто дело в том, что, честно сказать, наша жизнь не позволяет. Давайте строить коммунизм. Пусть все будет бесплатно, как раньше. Все, следующим номером. Так, кому? Самой Лэвдвэйс это я. А от кого? Муминова ЕА. Электроизолятор. Опа. Московская область. Электроизолятор. Так. В общем, вскрываем. Посылка какая попала. На почте, наверное, понимают, что тут посылки часто доходят. Но почта уже потихоньку в Хохлого привыкать начала. И коробки мощнее стали делать. Я замечаю это. Так, что же тут такое? Так. Рушничок. Вот такой. Много подарков. Ну, пускай так и будет. Так. Это мы сейчас пока сюда положим. Потом Таня будет его применять на кухне. Здесь что? Так. Тянем, потянем. Что же это такое? А что это? А что это? Ватные диски. Нет, это ватные диски, да? Не, распечатывать не буду. Пускай доктор смотрит. Да, ватные диски скорее всего. Ну, пригодятся в больничке, я думаю. Спасибо. Так, а здесь что? Так, это... Ага, я знаю, что тут. Подожди, это я пока в сторону положу, потому что мне звонили. Ошейники и поводок. Ну, скажу по-честному, многие люди, которые забирают у нас собак, очень часто приезжают без поводков и без ошейников. Я не в укор это говорю, люди приезжают посмотреть, а на самом деле, когда они уже выбрали, они готовы забрать. А с чем ты будешь отдавать? Нам этих ошейников мир дал вот столько, и вот столько же мы миру назад вернули уже вместе с собакой. Поэтому вот эти вещи для нас, бывушные или новые, разницы нету. Всегда нужны, всегда, как его сказать, актуальны. Спасибо. Так, а вот теперь я знаю, что там. Я знаю, там должна быть кружка, мне звонили. Ее упечатали в кошачий домик. Я не я, если это не кошачий домик. Сейчас. Погоди. Стой, Саня, сейчас. Так. Да, узел-то, короче, завязался конкретно. Сейчас я его... Так. Да, это кошачий домик 100% должен быть. Да? Да. Так, это пока сюда кидать буду. Не можно сделать, зерка застряла, придется растягивать. Вот такой кошачий домик. Смотри, тут еще кошку пристегивать можно. О, специальный карабин, чтобы она не слиняла, когда переносит. Но это сумка-переноска, вещь нужная. Сто процентов, говорю, нужная. Почему? Потому что часто мы вместе с водителем передаем наших питомцев, которых люди выбрали по интернету, и доставляем по адресу. Поэтому вот такие вещи нужны. Она зимняя, а зимнюю у нас еще ни разу не была. А вот теперь, вот теперь, это кружка. Сейчас вы все офигеете. Так, подожди, стой. О, и тут еще что-то, глянь. Флешка. Флешку потом посмотрим. Я так понял, там супер-пупер информация опять для меня. Так. О, блин. Саня, это я и хук. Вот такая вот замечательная кружка. Животные созданы для того, чтобы согревать наши остывающие сердца. Вот это вот, честное слово, гениальные слова. Я много чего, много чего слышал про животных, но такую фразу слышу впервые. Честно говорю, вот такие кружки, с такими словами, не поленюсь их еще произнести. Животные созданы для того, чтобы согревать наши остывающие сердца. Если вы знаете, что у кого-то какие-то проблемы, кто-то на что-то обозлился, кто-то с кем-то ругается, все мех не лады. Дарите вот такую кружку. Возможно, кто-то заведет себе животину. Отличные слова, отличная кружка. Тем более, это мой любимый хук. Вот. Это мой волчар, который живет в моей деревне. Ладно, едем дальше. Так, по интуиции, что скажешь? Ну, она достаточно легкая, она мягкая. Одеялка. Одеялка? Ну да, похоже на одеялка. Да, одеялка, согласен. Так, от кого? Ревизорова Светлана Анатольевна. А от кого? Самара. Самара нам уже тоже присылала посылки. Так. Так, ножичек-то мне сломался. Так. О, Саня, кажется, мы не угадали. Это что-то для наших лохматых. Это, мне кажется, это домик. Это домик. Или что это такое? Ты-ды-ды-ды-ды. Ну, прикольная такая. Тут с подстилкой. Слушай, так вот она... Это случайно люди не сами сделали? Потому что очень-то как-то она современно-джинсовая. Прикольная, да? Так, ну, это нашим котам. Спасибо огромное. Это вещь нужная. Потом ее увидите в каком-нибудь боксе, где проживают наши драгоценные лохматые коты. Вот. Кстати, сообщаю всем. Кузю я все-таки пристроил. Хороший, классный кот. Заберите кто-нибудь его и спасите его яйца. Нам удалось это сделать и условия, главное, по которым мы ему отдали яйца Кузькины не трогать. Вот. Так что его никто кастрировать не будет. Этот кот должен плодиться. Он должен таких гениальных котов воспроизводить. Это умнейший кот вообще. Так. Едем дальше. Это у нас УФПС Краснодарского края. Опять Краснодар? Гирина Наталья Николаевна. Открываем. Тут упаковка в упаковке. О! Это, ух ты, электрическая какая пролипает. Это пеленки. Ну, я сейчас открывать не буду, не хочу открывать. Здесь видно, что это пеленки сейчас. Просто до конца. Это впитывающие пеленки, то, что нужно. А, а может памперсы? Подожди, дай один достану. Нет, потом не упакую. Нет, это пеленки. Или нет, это памперсы. Нет, это пеленки. Это пеленки. Все. Спасибо огромное. Это тоже вещь нужная. Но сами знаете для чего. На операции их подкладываем обязательно. Пашки моего сегодня нету. Помощника, который... Переставьте лайки, подписывайтесь на канал и все такое. Так что, вы уже извините, очень мало времени. Но как есть, так есть. Что сняли, то сняли. Честное слово. Огромная благодарность всем людям, которые нас поддерживают и всячески помогают нашему приюту. Честно говоря, огромное спасибо. И ваша поддержка для нас очень много значит. Я, когда выслушиваю люди по телефону, нам благодарность уже выписывают. Либо пишет кто-то в своих сообщениях, иной раз это просто на все нет настроения или руки уже там где-то опускаются. Либо ты устал. Ты читаешь вот эти все комментарии. Ты читаешь, что тебе люди пишут, когда выбираешь на это время, конечно. И опять в бой, опять новые силы это все дает. И ты понимаешь, что мы идем правильным путем. Идем в нужном русле. И это нужно не только для животных. Но люди пишут, что это нужно уже и для людей. То есть люди хотят это все видеть. И как его сказать. Вот эти вот ролики, они вдохновляют уже самих людей, как люди пишут. Все, всем пока. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Нажимайте на колокольчик, чтобы приходили сообщения. Что еще? Комментарии. Ну, вот об этой посылке я хочу... Группе посылок хочу рассказать в следующий раз, потому что, честное слово, нет сейчас времени. Ребята, надо кое-что по бумагам сделать. Я не успеваю. Завтра попробуем это переснять. Ну, то есть рассказать про эти посылки. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.